Все, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! С Новым Годом всех, с Новым Годом деревьев! Хоть мы и не деревья, но празднуем Новый Год деревьев. Сегодня как раз интересно, что Туби-Шват, сегодня полнолуние, месяца Шват. И полнолуние, месяца Шват, это как раз Новый Год деревьев, когда меняется цикл. То есть до этого была зима-зима, а теперь уже все переходит, уже заново все начинает набираться соками. Весна-весна. Конечно, это в Израиле, может быть еще в Украине не весна, в России не весна, в Финляндии, может, тоже не весна пока. Но в Израиле уже начинается новый период сегодня, да? Шалом фром Малибу. Да, вам тоже шалом, Наталья. В Малибу, наверное, хорошее место. А в Малибу уже, наверное, тоже весна-весна. Но в любом случае, мы сегодня празднуем Туби-Шват, едим фрукты. Надо сегодня есть фрукты, желательно есть фрукты из земли Израиля. Да, всем шалом. Финик какой-нибудь съесть и подумать, как Всевышний мудро сделал землю, что есть у нас и финити, и всякая еда у нас сейчас есть. Раньше, чтобы попали какие-то плоды земли Израиля куда-нибудь в Украину, например, это вообще было чудо. Чудо. Ну, кстати, интересно. Я думаю, что они радовались. Я помню, в детстве я мог радоваться Финику так, как я сейчас вообще не знаю, чему я бы так радовался, как я в детстве мог радоваться Финику. То есть, с одной стороны, изобилие, оно дает человеку возможности, возможности. С другой стороны, оно лишает его. Да, доброе утро, доброе утро. Всем изобилие лишает человека вот того острого ощущения радости, которое ему доставляло отсутствие изобилия. Царь Соломон, мудрейший из людей, сказал об этом Мишле так, что не помню или богатому и мед противен, да. Но вот кому-то мед противен, у кого избыток меда, а голодному даже мармоток, голодному даже горько кажется сладким. Он об этом так сформулировал Мишле в притчах, что это главный принцип общесчастья. Я его называю принцип принцессы на горошине. Принцесса на горошине, она страдала от одной горошины под 20 или 40 матрасами. А йог, он на гвоздях лежит, а если ему на гвозде постелить простыночку, то он просто говорит, это же вообще рай какой-то, да. То есть вообще такая пуховая перина, то я на гвоздях лежал, а теперь у меня простыночка есть. Понятно, да, идея? То есть та же самая идея, голодному и горько окажется сладким. Вот, поэтому мы должны, умный человек, он методом интервального, назовем это интервальное голодание, да, во всем. Он может себе опять вернуть, вернуть себе живость восприятия. Как у меня один мой приятель, он живет в Европе, очень богатый человек, но он когда едет, например, в Украину, он до этого два дня спит на полу. А я его спрашиваю, зачем ты спишь на полу? Он говорит, вернуться в реальность. То есть когда в Европе ты такой раз, вот, богатые медовые соты расточит, а голодному и горько будет сладким. Да, Дмитрий, вот только спасибо. И он говорит, я два дня сплю на полу, и я опять вхожу вот в это состояние, когда, в принципе, меня не удивляет стресс. Потому что те, кто живут в медовых сотах, да, особенно на мольбу где-нибудь, да, то очень быстро становишься принцессой на горошине. Хорошо. Значит, сегодня Тубешват, поэтому мы не говорим Тахануны, это молитва о покаянии, то есть праздничные дни. Нет в молитве той части, которая называется Таханун. И сегодня вот в сборнике, там, в сборнике Хитас начинаются обычно каждый день какие-то есть такие фактики из жизни рэбы, рэбы предыдущих поколений. Так вот, здесь рассказывается интересная история, что Цемахседек, был такой один из рэбы, Цемахседек его звали, он написал какой-то комментарий на книгу предыдущего своего папы. Теперь, значит, написал он этот комментарий и решил не издавать, думает, не буду издавать. И тут, значит, его все уговаривают, вот, ты же написал комментарий, он говорит, не буду издавать. И тут, значит, ему снится сон, к нему приходит альтер-рэбе, это вот основатель Хаббада, который написал книгу Тания, приходит во сне и говорит, издавай, издавай этот комментарий. Он говорит, не знаю, может, сон, как бы сон верит, не верит. И представляете, у него было три сына, и всем трем сыновьям приснился тот же сон. Они его рассказали своему отцу, что к ним приходил альтер-рэбе, и он издал этот комментарий. Значит, до того, как я скажу всем Рафу Ашлама, хочу еще раз заострить наше внимание на чем? Что Хаббад, например, да, вот это один из хаседутов, одно из движений в ортодоксальном иудаизме. Они очень большое внимание уделяют связи с рэбе, и даже с теми рэбе, которые уже ушли, вот они молятся на модилах рэбе своих, да, они очень сильно, очень сильно они связаны с теми, кто ушли из этого мира. Представляете? То есть, я тоже слышал много от Равыцка Казильбера, что к нему и папа приходил, и в Торе очень много на этом основано, что во сне приходили, говорили и так далее, но вот кто-то больше этому уделяет внимание, а кто-то меньше. Значит, все, всем, чтобы было Рафу Ашлама, кто сейчас болеет, чтобы было всем Рафу Ашлама, полное выздоровление, Рафу Ата Нефеш, Верфу Ата Гуф, чтобы было Лейлу Нишама этот урок, и все уроки на этой неделе идут, Моша Бен Пинхас, и если вы хотите свою часть Тора, вот человек может, когда он что-то учит или выполняет заповедь, он может посвятить духовную силу, которую он в этот момент вырабатывает от связи со Всевышним, посвятит тому, чтобы она ушла к каким-то умершим своим предкам, да, и это очень работает, то есть можно свою, например, вот я там выполняю заповедь, и говорю, пусть заслуга от этой заповеди пойдет там моей бабушке, Бася Батлея. Могу сказать, пусть заслуга от урока Торы, то есть ты можешь тот духовный свет, который ты вырабатываешь, выполняя заповеди Со Всевышнего, заповеди Всевышнего, ты можешь его направить куда ты хочешь, можешь ты, например, даешь дзадаку и говоришь, пускай заслуга этой заповеди пойдет для выздоровления такого-то человека, например, да, и тогда оно идет ему, эта сила духовная. То есть очень классно вот этот вот пример, мне понравился, когда выработка вот майнинг этих криптовалют, вот мы когда учим Тору, выполняем заповеди, молимся, мы создаем вот этот вот божественный свет. Какая его интенсивность? Чем больше страдания, тем больше награды, то есть чем тебе сложнее выполнить заповедь, и ты ее выполняешь более самоотверженно, преодолевая сложности, тем ты больше вырабатываешь этого духовного света. Чем ты больше задействуешь других людей соблюдать заповеди, учить Тору и так далее, тем больше это как сетевой маркетинг, да, MLM. Даже есть в Торе такой закон интересный, да, что, например, если вот, если возьмем там кто-то, да, Анатолий Стариков, например, или Тамила Вигарий, да, или Яков Нода, если он, например, кого-то приблизил к Торе, то есть он взял, нашел какого-то человека, еврея, допустим, ему говорит, слушай, что ж ты живешь так, как Маугли, да, давай там обрезание сделаем, давай, научил вот филин одевать, в синагогу привел, шаббат он начал соблюдать. И, значит, то вот этот вот начал соблюдать заповеди и стал постепенно очень большим садиком, праведником, вообще там невероятным. А тот, кто его привел, он просто там чуть-чуть что-то соблюдает. Так уже Всевышний в заслугу того, что он его привел, вот этот уже не согрешит, который привел, потому что некрасиво будет. Он столько духовного света принес в мир. Всевышний его ставит, да, то есть очень это работает. Поэтому обязательно нужно увеличивать, сделать себе такое намерение в своей жизни увеличивать количество духовной энергии и духовного света и вокруг себя увеличивать количество духовной энергии и духовного света. Все, тогда будет чисто, светло, тепло и хорошо. Теперь, значит, сегодня мы продолжаем изучать глава, которая называется Итро. Это глава о даровании Торы. И она именно дана, именно названа именем человека, который не был частью еврейского народа, а он принял Тору. То есть он пришел уже к Машей Рабейну, когда Тора была дана. Интересно, перед дарованием Торы. Интересно, что, вот я сейчас про Итро начал, посмотрел, что про него говорится, там, в Википедии и так далее. Оказывается, что Итро и для мусульман, и для друзов, он был пророком, и для друзов он вообще основатель их религии. Есть такой народ, друзы, которые монотеисты тоже. Очень интересный народ. И у них, что интересно, у них скрыта их религия. То есть ее могут знать только друзы. И кто ее рассказывает не друзам, а тому смертная казнь. Представляете? Очень такая тайная, наверное, самая тайная религия этих друзов, которая идет от Итро. И друзы, значит, они женятся только между друзами. То есть у них нельзя стать друзом. Ты не можешь стать друзом, если ты не друз. То есть никак. Если можно стать евреем, можно стать. Ты принимаешь иудаизм, становишься евреем. Мусульманином любой может стать. Он принял ислам, стал мусульманином. Друзом нельзя стать. Друз – это только тот, кто родился от двух друзов. И папа друз, и мама друз. Никаких других вариантов нет. Представляете? И они идут от Итро. Теперь, значит, больше про их религию точно никто ничего не знает. То есть вот все знают, что есть у них какая-то религия внутри, но они как бы никому ее не рассказывают. Хорошо, значит, читаем глава Итро. И было на завтра, значит, здесь Уснатора нам дает объяснение, что значит на завтра. И было на завтра, и сидел Моше судит народ, и стоял весь народ вокруг Моше с утра до ночи, до вечера. Значит, после того, как Моше Рабену спустился первый раз с горы Синай, со скрижалями, с десятью заповедями, значит, он увидел, что еврестий народ сделал в это время золотого тельца, и он разбил эти скрижали. Всевышний хотел уничтожить еврестий народ, но Моше Рабену просил Всевышнего, чтобы он не уничтожал. И Моше Рабену на сорок дней поднялся второй раз на гору, где он просил, чтобы Бог простил еврестий народ. Потом он спустился со вторыми скрижалями, у него были вторые скрижали, и потом он поднялся еще на сорок дней. И вот, когда он уже второй раз спустился, вот после этого, после этого, значит, собрался вокруг него весь народ, и говорит, все, у нас есть Тора, но мы многие вещи не понимаем, у них возникли споры друг с другом. И они все со своими спорами приходили к Моше Рабену. И, значит, чтобы было, да, чтобы было Лилуни Шама, Ася Батлейб, значит, чтобы, и вот, утешаем мы все, Эдуарда Заславского. Хорошо. Значит, Моше Рабену стоял от утра до вечера, и все вокруг него пришли со своими вопросами. «И увидел его тесть Моше, увидел тесть его, все, что происходит, и сказал ему, почему, говорит, ты сидишь один, а весь народ вокруг тебя стоит с утра до ночи? И сказал Моше своему тестю, потому что приходит ко мне народ, чтобы узнать волю Бога». То есть люди не понимают точно, не понимают точно, как служить Всевышнему в деталях. Есть очень много спорных моментов, когда, когда, вообще человек же живет в мире субъективной реальности, да. Человек живет в мире, вот он себе достраивает постоянно модель мира, в которой, в которой находится. Вот, например, смотрите, я сейчас издаю звуки, эти звуки заходят в уши, но если бы у вас не было внутри понимания русского языка, установлен прям целый фильтр, такой модуль в мозге перевода русского языка на понятные вам какие-то идеи, то вы бы меня не понимали, если бы сейчас меня слушал кореец, или если бы меня сейчас слушал китаец, то они не понимали бы одни и те же звуки. Но теперь дальше. Но каждый человек берет эти звуки, и у него они преобразуются в его личные, индивидуальные смыслы. Например, кто-то написал в комментарии, я краем глаза увидел какую-то фразу, я сейчас не буду на ней останавливаться, но она у меня, эта фраза соединилась с какой-то фразой, которую я слышал раньше. И у меня сразу пошла ассоциация своя. Теперь получается, что люди, еврейский народ, получили Тору, а значит, получили 10 заповедей. Получили, Машер Абену начал объяснять, что вообще имел в виду Всевышний. Они начали это слушать. Но остается очень много вопросов всегда. А как? А кто прав? А почему так? А может по-другому? То есть было очень много вопросов. И все шли с этими вопросами к Машер Абену. Значит, и объясняет он своему тестю Итро. Он говорит, когда приходит, когда есть у них какая-то вещь ко мне, есть у них суд между человеком и его ближним, значит, они приходят ко мне, задают вопрос, и я им сообщаю постановление Всесильного Бога и его Тору. То есть я им говорю как пророк. Когда были пророки, пророк мог сразу сказать, этот право, этот виноват, этот должен, этот не должен. То есть пророк, у него было просто знание, знание прям вот от Бога, да, истина. То есть он видел истину. А Машер Абену, он был пророк, он видел истину, он им говорил хука в постановление и Тора. А Тора это объяснение. Тора это учение. Вот какой в этом смысл, как это работает и так далее. Он объяснял и сказал, тесть Моше ему, нехорошо, говорит, что это ты так делаешь. Очень нехорошо. Но очень нехорошо это я добавил. В Торе написано, и сказал, тесть Моше ему, нехорошо вещь, которую ты делаешь. Значит, он сказал так, ты упадешь, ты упадешь, и народ этот, который перед тобой стоит толпой, он тоже упадет. Вот это слишком тяжело, чтобы ты мог это долго нести на себе. И поэтому, сказал Итро, вот тут внимание. Теперь он, как он сформулировал, да, красиво. Ата шма бекули, теперь послушай голос мой. И Ацха, я тебе дам совет. Вае Илоимы мах, и будет всесильный с тобой. Ая ата лям муль Айлоим. Чтобы ты был напротив народа, перед Всевышним, да. Чтобы ты был между ними, как мостом таким, да. И чтобы ты нес вот эти вот вопросы перед Богом. А Бог будет отвечать. Так он ему посоветовал. И получается так. Ве из арта, эт эм, эт ахутим, ве эт атура. То есть, ты должен быть учителем, он ему говорит. Ты не должен судить. Ты должен быть учителем и объяснять законы, обучать законам. Потому что, если ты каждый раз будешь говорить просто, что делать, то люди ничему не научатся. Ты должен их научить Торе. И, значит, по какому пути они пойдут. Вет амаасе ашер ясу. И те дела, которые они должны делать. А как быть судьями, все равно же у них будут вопросы. И теперь он говорит, ты высмотри себе из всего народа. И идет перечисление, какие должны быть судьи. Аншей Хайль. Они должны быть людьми доблестными. Сейчас мы узнаем, что такое доблестные. Аншей Хайль. Ирея Лаким. Боящиеся Бога. Люди доблестные. Боящиеся Бога. Аншей Мэт. Люди истины. Суней Бетса. Ненавидящие наживу. Это важно, представляете, для судей, какое важное такое качество. Ненавидящие наживу. Высамта алеем сарей алафим. И ты поставь над ними, над народом. Тысячников, да? Судья над тысячами. Судья над сотнями. Судья над пятьюдесятью. И судья над десятками. Теперь объясняет нам Усна Тора. Раша нам объясняет. Что такое высмотри? Он говорит, высмотри, это святым духом, который есть у тебя. То есть, ты, знаете, такой, он видит, и вот это, это он, да? У него был святой дух у Машера Бена. Кто такие Аншей Хайль? Он говорит, люди доблестные, это богатые. Ашерим. Что они не должны ни перед тем льстить, и не должны никому они быть лякир по ним. Знаете как? Типа, я этого знаю, этот мой друг, этот не друг. То есть, он доблестный человек, который не должен ни перед тем, как сказать, ни перед тем лякир по ним. В общем, он никому не должен, он ни от кого не зависит. Независимые такие, да? Назовем это слово Аншей Хайль, независимые. Что такое люди истинные? Чтобы они должны быть честными людьми, для которых истина и честность – это очень важное качество. Санэ и Беца, ненавидящие Наживо, что ненавидят имущество, непонятно. То есть, есть люди, с одной стороны, они должны быть богатые, но с другой стороны, они должны ненавидеть имущество. То есть, знаете, как есть люди, которые очень богатые. Вот я недавно читал, я недавно видел пост Евгений Черняк. Вот он в Куршевеле, заказали они повара, он с детьми, и повар им приготовил какую-то еду. И они покушали. Но после этого он говорит повару спасибо и говорит, давайте мы сами уберем и помоем посуду. И он с детьми со своими после этого помыл посуду. Помыл посуду своими руками, чтобы помыли, вытерли и так далее. Повар сказал, что он такое видел первый раз за 10 лет. Первый раз за 10 лет он видел вот такое отношение. То есть, есть люди очень богатые. Например, хозяин Икеа, он или был такой самый лучший, самый лучший пример. Это был такой человек Зейв Вольфсон. Зейв Вольфсон, он был миллиардер. Он был еврейский филантроп, который давал больше всех денег на ЦДКУ. Но он при этом сам лично летал эконом-классом. Летал эконом-классом на себя, он все время, то есть, он все делал, огромные деньги зарабатывал, но в жизни он был остет. Это ему нужно было для того, чтобы менять мир к лучшему и служить Всевышнему. То есть, был такой великий-великий человек Зейв Вольфсон. И чтобы вот его тоже, чтобы его и нашим атом. Я уверен, что у него заслуг столько. До сих пор существует фонд Вольфсона, который помогает практически всем еврейским таким проектам. Хорошо. Значит, что было дальше? Вэшавту эд аамбеколь эд. И пусть они судят народ во все время. И чтобы каждую вещь большую они приносили тебе. А каждую вещь маленькую они судили сами. И это тебя облегчит жизнь. И, значит, и будут они нести эту ношу вместе с тобой. Значит, если ты сделаешь это, мой совет. Значит, и спросишь у Бога, делать тебе мой совет или нет. Значит, если тебе Бог прикажет выполнить мой совет, тогда, он говорит, тогда и ты, и весь народ смогут устоять в мире. Будет шалом. Вот тут интересно, давайте на этом, на сегодняшнем, на этом отрывок заканчивается. Очень интересно, что Мушер Абейну, мы завтра это прочтем, он выполнил совет Итро с одним только исключением. Какое было исключение? Итро сказал большую вещь, то есть большую по сумме, по сумме конфликта, ты неси, сам решай, а маленькую пускай решают эти твои помощники, которые, суди, которых ты расставишь. А Мушер Абейну сказал, что нет, нет большого и маленького. Если мы говорим, что главное это честность, истина, то нет большой и маленькой. Есть тяжелая и сложная. Есть вещь, которая очевидная, которую могут судьи решить. А есть вещь, которую они не могут понять, кто же прав. И Мушер Абейну тогда сказал, что сложные вещи, когда нет однозначного такого вот понимания, несите ко мне, я буду спрашивать у Бога. А простые вещи решайте сами, там где понятно. Вот такая была вещь. Теперь интересно, что среди семи законов для всего человечества, называется это Шевамитсвот Бней Ноах, то есть который получил Ной, когда выходил до Торы, была Тора, которую Бог дал Ноаху. Ноах получил от Бога Тору учение для всего человечества. В этом учении было всего лишь семь заповедей, и была из семи заповедей всего лишь одна повелевающая заповедь. Именно поэтому, очевидно, и Тро, который пришел из народов мира, да, он не был евреем, он пришел к Мушер Абейну именно с этим советом. Именно с этим советом он вошел в Тору. Заповедь для всего человечества, которую получил Ноах от Бога, была повелевающая заповедь первой из семи заповедей, творите справедливый суд. То есть самое главное для того, чтобы был мир на земле, для того, чтобы люди жили честно, правильно, спокойно, для того, чтобы они любили друг друга. Это честный, справедливый суд. Если честного суда нет, значит, это общество исчезает, это общество уничтожается, и такие общества не выстояли на земле. И до сих пор, если нет честного, справедливого суда, если нет, такая страна рушится. То есть власть с ней не устоит, и мы это видим своими глазами во всех вот этих вот диктаторских и так далее, в странах они рушатся. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, божественных благословений, всем Рефуаш Лыма, всем близким, которые болеют, не дай Бог, Рефуаш Лыма, полного выздоровления, чтобы они поняли причину и чтобы они исправили причину. Очень важно, каждый раз, когда приходит болезнь, это как внешнее проявление какой-то внутренней проблемы. Поэтому желают, чтобы было Рефуата Нефеш, чтобы было излечение души и излечение тела, потому что телом управляет душа, психосоматика, да, сегодня это назвали. Но в Торе всегда желали Рефуата Нефеш в Рефуата Гуф. Вначале пусть выздоровит душа, и тогда выздоровит тело. Поэтому мы желаем всех... Есть такая в Талмуде фраза насчет выздоровления, очень удивительная. Там написано в одном месте, что... Тот, у кого нету, нет понимания, запрещено над ним, проявлять ему милосердие. И там есть много разных комментариев, но что это значит? Это значит, что если человек сам не понимает, что Всевышний, он иногда дает человеку страдания, чтобы пробудить его, чтобы его пробудить, чтобы включить его, чтобы он понял, осознал, вернулся к Богу и исправил свою проблему. Это лучшая мотивация страдания. И тот, кто не осознает, а ты с него снимаешь постоянно сложности, ты, знаете, как бывает, что вот есть такие люди, они как бы повешают свои сложности на других. И другие им помогают, и тем самым их ослабляют. То есть тут очень важно понять, когда и как правильно поступить. А для этого есть Тора. То есть как раз прийти нужно к мудрецу и спросить, смотри, у меня вот такая ситуация, как мне поступить, и он тебе прям разрулит по Торе. Все, удачи, успехов. РФА ШЛМА всем, чтобы все выздоравливали, все наши близкие и мы. Дальше, чтобы было Лейлу Нишматам всем хороших людей, чтобы их души поднимались там. И чтобы мы, находясь здесь, помогали своим ушедшим родственникам там, потому что они уже ничего исправить не могут, а мы можем. Все, удачи, успехов. Божественных благословений. Пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok